Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Подобрались мы к важнейшему событию последних месяцев, заседанию американского регулятора, которое состоится, точнее, итоги его будут подведены сегодня в 22.00 по московскому времени. Поздний релиз придется потерпеть нам, поскольку накануне очень важные будущие ценовые ориентиры буквально для всего спектра финансовых активов, потому что именно американский рынок и американское решение такого же, американского центрального банка, федеральной зерной системы, будут определять все дальнейшие настроения. Нас интересует американская валюта. Мы долго с вами ждали того, чтобы ПРС наконец-таки стала поднимать процентные ставки, ждали, что это произойдет в начале 2016 года, плавно потом наши ожидания въехали на более поздний период. Сейчас мы с вами замыкаем уже этот год и надеемся, и в лучшем случае мы можем рассчитывать на одно повышение процентной ставки. О том, что будет дальше с американской монетарной политикой, конечно же, отчасти будет известно уже о сегодня. Завтра мы с вами обязательно детально разберем всю ситуацию, но сейчас нам остается только констатировать те настроения, с которыми мы подобрались к этому событию, и чуть подробнее остановиться на тех ожиданиях, которые сейчас и подпитывают интерес трейдеров к столь важному макроэкономическому отсчету и инфоповоду событий, как заседание американского регулятора. Но сначала давайте посмотрим, что у нас происходит на нашем с вами излюбленном рынке энергии, ресурсов. Клоу вчерашнего дня по бренду 55,28. Сейчас актив отводится на отметке 55,08. После достигнутых локальных экстремов, которые были зафиксированы выше 55 постфактум решения стран и регионов, которые не вхожи в ОПЕК, поддержать инициативы, предполагающие также солидарные ограничения производства, а сейчас рынок корректируется. Я думаю, что отчасти это, опять же, связано все-таки с рыночным скепсисом, который, как ни крути, но присутствует. Этот скепсис касается возможностей соблюдения тех договоренностей, которые были уже достигнуты и обсуждены представителями ближневосточного картеля. Вчерашняя торговая сессия оказалась довольно-таки интересной. Для нефти, даже если опустить, скажем, волатинности, дневной опроса говорит про события, которыми можно сейчас объяснить дальнейшее поведение, ну, либо, по крайней мере, сказать что-то новое по всему рынку черного золота. Стоит отметить прогноз Международного аналитического агентства. В частности, весь вообще новостной фонд, который был нам вчера доступен со стороны МЭА, получается, имел, скажем, поддержку для тех трейдеров, которые ставят на рост актива, и поддержку для тех трейдеров, которые ставят на него ослаблены. Ну, в частности, позитивный комментарий, потому что Международное аналитическое агентство считает то, что в 2017 году спрос на нефти за восстановление, опять же, американской экономики и за улучшение макроэкономической картины в Китае, хотя еще очень рано говорить о том, что это новые тенденции, которые позволят Китаю выйти на более-менее адекватные показатели по экономическому расширению. Но Международное аналитическое агентство полагает то, что мировая экономика будет расти, спрос на нефть увеличится на 100 тысяч баррелей в сутки до показателя 1,3 миллиона, плюс 1,3, соответственно, в 2017 году. В 2018 году также параллельное увеличение спроса на 100 тысяч баррелей в сутки до 1,4 миллиона. Важно также отметить то, что данное агентство считает, что если регионы будут соблюдать договоренности по ограничению добычи, то каким-то чудом, не знаю каким, но уже в середине 2017 года на рынке черного золота возникнет дефицит предложения на величину 500 тысяч баррелей в сутки. И к концу года этот дефицит может увеличиться, соответственно, до 0,8, может быть, даже до 1 миллиона баррелей. Такие комментарии для тех трейдеров, которые сейчас искренне верят, что для рынка черного золота все будет хорошо, конечно же, стали настоящим бальзамом на душу, потому что они доказывают тот факт, что рынок черного золота движется к состоянию балансового, по категориям спроса и предложения. И вслед за 55 долларами за баррель будет 60, возможно, и новый суперцикл высоких цен на нет. Но помимо этого были также и сообщения, наблюдения, даже так правильнее сказать, со стороны международного агентства, которые больше поддерживают идею ослабления и коррекции черного золота. Эти наблюдения, прежде всего, связаны с тем, что добыча в рамках ОПЕК на самом деле находится гораздо выше 34 миллионов баррелей в сутки и выше той официальной цифры, которую мы с вами получили от ОПЕК вот в начале этого месяца. Помните, официально огласило то, что производство в рамках картеля выросло до 34,2 миллиона. Ну, судя по прогнозу Международного инвестиционного агентства и, собственно, судя по тому анализу, который они проводили на рынке углеводородов, я думаю, что эта планка чуть ли не в районе 34,5. И плавно, конечно же, здесь можно нам уже, без участия этого агентства, сделать вывод о том, что ОПЕК, если и хочет стабилизировать ситуацию, им нужно сокращать производство не на 1,2, как обсуждалось ранее, а на 1,7-1,8 миллиона баррелей в сутки это та цифра, которая должна быть взята на себя представителями ближнего восточного конгломерата, без других участников. Другие участники – это совершенно другая уже история и там другие основания для коррекции. Как бы то ни было, сейчас мы все-таки имеем дело с цифрой 1,2, я считаю, что ее будет недостаточно, поэтому обрисовываю и обозначаю долгосрочные ориентиры в таком недвиживом порядке, поэтому, как я отмечал вам еще в начале этой недели, я ищу, продолжаю искать уровни, которые можно будет использовать для долгосрочной сделки по распродажам бренда WTI. И надеюсь, что этим уровнем неплохим станет отметка 53,5 доллара за баррель. В поддержку нашей коллекционной идеи также еще и оказал вчерашний отчет по запасам нефти США по версии Американского института нефти. Запасы за прошлую неделю выросли на 4,7 миллиона. Спасибо, конечно же, этому релизу, мы делали на него ставку. Сегодня у нас официальная статистика 18,30. Если картина не изменится, то у нас появится еще один локальный фактор давления на котировки нефти. И плюс ко всему, помимо запасов, давайте мы сегодня уделим больше внимания объемам добычи нефти в рамках США. И я почему-то практически не сомневаюсь, и даже сказать все больше, уверен в том, что роста числа терминалов, вы знаете, что сейчас их уже полтысячи штук, явно достаточно, чтобы производство нефти начинало расти в США. Плюс еще Ливия, Нигерия, отдельные представители, даже в Ближний Восток, которые, возможно, не очень-то заинтересованы в соблюдении этих договоренностей, или, по крайней мере, были исключены из сделки. Все это будет, опять же, возвращать на рынок прежние проблемы. По нефти давайте искать вместе эти уровни для продажи. Если вас устраивает отметка 53,5, и вы хотите рисовать, как и я, милости прошу трейдинг по рынку черного золка. Рубль против американца 60,89. Сейчас мы видим то, что действительно восстановление цен на нефть, оно сломало те, скажем, тренды, которые присутствовали на рынке ожидания, разрушило уровень вот этих незаимлемых поддержек, на которые мы делали расставку. И нам сейчас приходится просто констатировать и реальное положение дел, смотреть за ценами на нефть. И если мы хотим все-таки увидеть рубль в районе 65, нужно, конечно же, чтобы бренд продолжил снижение, вот начинаем буквально с сегодняшней торговой сессии, закрыл, опять же, эту пятидневку ниже того уровня, с которого, в принципе, на котором рынок нефти остановился в конце прошлой недели. Ну и, конечно же, полностью компенсировал тот ценовый разрыв, в ГЭП, с которого он стартовал текущую пятидневку. В общем, нам нужна поддержка от слабости нефти, чтобы сделать, опять же, актуализировать наше настроение по девальвации рубля. Доллар японской иены. Здесь, пожалуй, традиционно нужно сделать ставку больше на американскую валюту, потому что сегодня доллар – это настоящий, фундаментальный герой дня. Потому что рынок ждет заседание ФРС, рынок ждет итоги этого двухдневного заседания и ждет повышения процентной ставки. Мы видим, что сейчас настроения на рынке уже явно начинают смещаться в пользу того, чтобы, скажем, сохранять бдительность, крайнюю осторожность, потому что сейчас трейдеры будут прекрасно понимать, что если поторопиться с занятием неверного направления, то постфактум событий и волатильности можно оказаться у разбитого рынка. Поэтому сейчас многие принимают решение дождаться фактических последствий этого заседания, то есть услышать больше конфетики, получить больше новостей и торговать только после этого. Я хочу сделать акцент для тех трейдеров, которые уже находятся в длинных, скажем, долгосрочных сделках. Наверное, вы уже по многим валютным парам, по многим инструментам, имеете хороший профиль. Вам нужно, собственно, придерживаться прежних ориентиров. А что касается тех трейдеров, которые вот ищут сейчас возможности для торговли, нужно прекрасно понимать, что трейдинг будет сопряжен с очень значительными рисками. Нас, как минимум, ожидает пила. Вряд ли рынок определится в моменте с направлением и тут же либо покажет рост, либо коррекцию. Прежде чем это произойдет, рынок может сходить на фигуру полторы вверх-вниз и, возможно, даже не один раз. И только после этого, опять же, будет определено конкретное направление. Вспомните, что было в прошлый четверг по паре евро-доллар, когда европейская валюта сначала рванула больше на фигуру вверх, а потом на три вниз. Сегодня, уверен, волатильность будет еще более осуществлена. Вернемся, собственно, к доллару, тем ожиданиям, которые сейчас присутствуют. Мы говорили очень много про статистику в США, мы говорили про активность, хорошие показатели, здесь исключительно позитив, по активности от промышленности в сфере услуга, по потребительской активности, хорошие данные по ровночным продажам, экономическому восстановлению, уровни доверия потребителей, что еще отметить можно, инфляцию, которая также продолжает расти и находится сейчас на максимуме за последние два года. Все это создает прекрасные условия того, что ФРС готова к анонсированию буквально через несколько часов повышения ставки на 25 базисных пунктов. Дополнительную поддержку идеи того, что ставки будут повышены, и доллар может показать очень плохой рост, все-таки говорит еще и оказывает то бочерали, которое наблюдается на рынке инегаисусов. Напоминаю, что здесь логика простая, рост цен на нефть поддерживает инфляционные ожидания, инфляционные ожидания толкают перед доходностью американских бумаг, а это в случае повышает привлекательность доллара. Ну и, конечно же, политика Трампа, его инициатива по активному бюджетному стимулированию фактически априори подразумевает возможность и необходимость более жесткой монетарной политики. И многие участники рынка связывают то, что ставку нужно повышать, и не только сейчас, а дальше. В 2017 году не с тем, что условия, подходящие на рынке внутренней макроэкономической статистики, а с тем, что Трамп является объяснением подобных трендов. Я, в принципе, с этой позиции согласен. И то, что мы видим сейчас по американцу, то, что мы видим сейчас по инфляции, по доходности американских бумаг, по статистике, это доказательство того, что президентство Трампа, который даже еще и прошел анаугурацию, оно состоится в конце января, уже оказывает серьезное влияние на американскую экономику, на рыночное настроение, и наши с вами идеи, связанные с сохранением длинных позиций по плоку. Мы уже благодарны Трампу, потому что прокатились очень нехило в последнее время. Но я думаю, что можно еще попытаться снять дополнительные сливки. И, возможно, у нас появится возможность сделать это уже к закрытию сегодняшней торговой сессии, либо к концу недели. Напомню, что рынок ждет повышения процентных ставок. Если мы посмотрим на такой инструмент, как FedWatch, который оценивает вероятность повышения процентных ставок, и это контракты Чехарской товарной и оптической биржи, то эта вероятность сейчас составляет порядка 95%. Ну, 100%. Я думаю, что так же не будет ошибкой. Рынок не сомневается тоже, что ставка будет повышена. Но, возможно, еще больше интереса будет к конференции, которая состоится после этого конференции Джанет Хиллен, и ее комментариях о перспективах дальнейшего вектора монетарной политики. И рынок сейчас интересует, будет ли американский регулятор сохранять такой жесткий подход. И сколько же РС планирует поднять процентную ставку в 2017 году. Если мы сегодня услышим намеки на по-прежнему прекрасные условия, очевидный прогресс на рынке труда, констатацию факта роста инфляции, близости целевого значения, и то, что ФРС планирует и дальше разгонять процентную ставку с возможностью доведя до 1%, это, конечно же, будет еще большим импульсом для американца, нежели чем фактическое решение о разгоне процентной ставки сейчас на 25 боевских пунктов. Это уже фактически учтено в цену. Но вот если риторика будет более жесткой, чем, в принципе, планируется многими, то, соответственно, ралли американца продолжится. Но настроения могут очень быстро измениться. Поэтому я бы сегодня даже рекомендовал вам не замахиваться на какие-то программы максимум. А в надежде то, что если импульс доллар получит сразу, то этот импульс продлится и дальше, вот для того, что к концу недели мы сможем коснуться планки 119-120 инфляторов американцев. Такая вероятность есть. Но давайте сегодня, понимая, насколько чреваты, скажем, риски серьезной влатильности, будем руководствоваться более-менее, более-менее консервативной целью. Если с текущих значений пара USDN торгуется на отметке 115,6, мы сможем добраться с вами до отметки 116,5. Я думаю, что можно будет рынку быть благодарными и фиксировать профиль. После этого мы еще раз с вами все проанализируем, вернемся к тегингу и посмотрим, как действует у американцев дальше. Что касается евро, то, разумеется, очень много рисков, связанных с национальным подтекстом. Мы объясняли, почему евро должно снижаться. Мы знаем, что, в принципе, может произойти с долларом и знаем, почему паритет для, опять же, долгосрочной цели является самым правильным подходом. Я знаю то, что мы доберемся до этого значения. Но вот сегодня, внутри дня, конечно же, настроение будет планироваться и определяться долларом. Я советую не обращать внимания, если сегодня мы увидим локальную восходящую реакцию по главному валидному риску. И советую не позволять, скажем, такой динамике, такой реакции ввести вас в заблуждение. Потому что, в принципе, долгосрочная картина, она не изменится. И я надеюсь, что сегодня мы сможем с вами пробраться ниже отметки 1,05. Функт против американца. Данные по инфляции вчера вышли. И, на мой взгляд, рост показателей – это негативный сигнал для фунта, потому что рост инфляции – это то, что может сказаться на потребительской активности и на показателях ВВП. Сейчас фунт торгуется на отметке 1,2653. И мы с вами постепенно смещаемся в район 1,25. Вот оттуда, как я рекомендовал, предлагаю вам снова продавать британскую валюту. Что касается других идей, чтобы не распыляться, скажем, на весь спектр финансовых активов, давайте все-таки ограничимся некоторыми, поскольку большая часть из них подразумевает, в принципе, одно направление, которое зависит от доллара. И чтобы не попасть в просаг, если реакция будет не той, на которую мы с вами рассчитываем, лучше, конечно же, не допустить фиксации, опять же, убыточной сделать буквально по всем инструментам. Хочу еще обратить ваше внимание на пару евросвисе. Возможно, это дуэт валютных активов, которые по факту сегодняшнего события являются практически беспроигрышной сделкой. Почему? Потому что, если, соответственно, доллар начинает расти, евро падает. В случае снижения европейской валюты Национальный банк Швейцарии будет проводить валюту инфлюзции, то есть не постепа ниже отметки 1,07. В свою очередь, если доллар сегодня падает, европейская валюта начинает расти. А это то, что как раз и нужно швейцарским монетарным властям. То есть евросвисе по практически любому сценарию, при любом раскладе, будет претендовать на тестирование отметки 1,08. Сейчас у нас котировки по этой паре находятся на отметке 1,0760. Мы покупали ее с гораздо более низких ценового значения. Американский фондовый рынок растет, переписывает максимумы. Я думаю, что эта ситуация не изменится даже сегодня. И, как и говорил, для тех, кто торгует американской фондой, у вас есть возможность спекулировать на более высоких ценовых ориентирах вплоть до окончания первого полугодия, 2017 года. Сейчас по S&P у нас 2266 фонтов, отметка. Я думаю, что мы можем с вами осмело ставить на то, что американский фондовый рынок пойдет выше 2400. Что касается золота, 1160 сейчас за тройскую унцию дают, 1160-45. Продаем золотой актив, потому что, как ни крути, у американца будет множество оснований, чтобы оказать давление на драх металла. И сейчас рынок золота и серебра не будет пользоваться спросом, потому что уверен, что участники рынка постфактум, опять же, событий ФРС, найдут на нем куда более доходные активы, которые помимо еще изменения номинала будут приносить еще и проценты в плане дохода. То есть, сейчас у нас ожидание сильного доллара и по, опять же, против золотого актива, это та идея, которую я еще анонсировал неделю назад. Это идея, которая связана и основана на том, что золото может пропуститься в район 1150 долларов за тройскую унцию. Остается вот здесь с небольшим долларом. Это вполне реальная цель, даже под конец сегодняшнего торгового дня. Напоминаю, что вам доступен бонус на пополнение в размере 20,17. Он действует, опять же, в преддверии Нового года. Это, по сути, подарок. Это то, что должно помочь вам в любом случае присидеть любую волатильность и попытаться снизить давление на депозиты, если будет принято неверное решение и, соответственно, вы увидите убыточный результат по открытой сделке. Также не забывайте о том, что сейчас у нас проходит акция, в ходе которой вы можете выиграть iPhone 6s. Для того, чтобы сделать, чтобы, собственно, стать обладателем этого замечательного телефона, вам нужно зайти в любую из наших групп, в любой соцсети ВКонтакте, соответственно, в Facebook и в Одноклассниках и сделать репост того самого бонуса, который я вам сказал. Победитель будет выбран в случайном порядке, рандомно, и произойдет это уже после январских праздников. Собственно, сделаю я именно это. Большое спасибо за внимание. Давайте тогда ждать сегодняшний релиз, сегодняшнее заседание ФРС. Давайте ждать конференцию Джанет Керен и ждать все-таки поддержку для нашей с вами длинной идеи по американцам. На этом, собственно, все. Если есть вопросы, конечно же, задавайте их на нашем официальном канале на YouTube. Если есть какие-то комментарии, тоже буду рад им. Ну и не забывайте, конечно же, подписываться на канал и ставить лайки. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова